Загадочная смерть жительницы города Кировска в Ленинградской области с каждым днём порождает всё больше домыслов и слухов. Мать погибшей уже больше двух недель не может добиться получения тела дочери. В справке о смерти указано, что причина не установлена, но уже почти никто не сомневается, что смерть носила криминальный характер. Алексей Синько попытался разобраться в таинственной истории. Ребята, она лежит. Сроки прошли уже большие, очень большие. В холодильнике, но холодильник плюс 4 градуса, не бывает. Рабочая температура в машинском холодильнике. Там уже дела к закрытому гробу. Получить тело своей дочери Александра Герасимова не может уже больше двух недель. А всё потому, что женщина изъявила желание перед похоронами самостоятельно осмотреть останки покойной. Я раздену на улицу, когда вывозите гроб, я платье сниму с неё, чтобы люди видели, кого я хороню. Как милиция избила, как я это сказала, всё, не выдавать тело. Убитая горем мать заподозрила, что смерть дочери носила криминальный характер. В справке о смерти указано, что причина её не установлена. Это спровоцировало новые подозрения Александры Герасимовой. Материала проверки в Следственном комитете по городу Кировск нет. Данную проверку проводит ОВД по Кировскому району. Поэтому я вам настоятельно советую обратиться туда. У нас этого материала даже никогда и не было. Это означает, что уголовное дело об убийстве пока не возбуждено. Также непонятно, почему матери отказывают в доступе к телу дочери. В местном УВД при этом хранят молчание. Я не даю никаких комментариев. Все заявления, которые написаны, в срок будут направлены на ответы. Проверка будет проведена. Проверка проводится. То есть проверка проводится, правильно? А пока мать с единомышленниками мотается по замкнутому кругу между моргом и местным УВД, в Небольшом Кировске продолжают рождаться все новые и новые слухи, сплетни, домыслы и подозрения. После того, как мы уже нанесли визиты в правоохранительные ведомства, в судебно-медицинское бюро Кировска из Петербурга приехала комиссия для проведения повторного комплексного исследования тела Юлии Калининой. Эксперты приступили к работе около полудня. И к настоящему моменту более двух часов не прокидают помещение секционной морга. Независимо от того, какими результатами увенчается очередная экспертиза, юридические основания, на которых морг отказывает матери в доступе к телу покойной дочери, по-прежнему остаются неясны. Алексей Синку, Алексей Качан, Георгий Бойко, Алексей Красиков. Место происшествия.